Дорогие друзья, приветствую вас! Мы с вами на Пионерской площади Дом-1. Перед нами еще один шедевр советского неоконструктивизма – здание Театра Юного Зрителя. Театр Юного Зрителя был основан в 1922 году и первоначально располагался на улице Маховая, дом 35. Однако уже в 1942 году в разгар войны возникает идея в случае победы перенести это здание и освоить большую территорию вот этого Семеновского плаца, так называемого, с тем, чтобы в центре построить новое, более просторное здание. Однако планы эти осуществились не сразу. Здание строилось по настоянию его бессменного на тот момент руководителя Брянцева, основателя театра, который непосредственно принимал участие в каждом шаге и согласовании проекта. Проект поручили известному советскому архитектору, автору Пулковского аэропорта и многих других зданий сооружений Александру Владимировичу Жуку. Здание это строилось в 1959-61 году и по роковой случайности сам зачинатель и основатель театра не дожил до его переезда в новое здание всего несколько месяцев. И скончался в 1961 году. По объемно-пространственной композиции здание представляет собой мощнейший пролепипед, в который врезаны боковые флигеля, полностью полузастекленные вот эти. И над ними возвышается мощный объем, в который помещалось театральное оборудование сцены. Главный фасад представляет собой плоскую композицию, украшенную ритмом пилонов. Слева и справа главный фасад украшают симметричные скульптуры. Надо заметить, что архитектура минималистичная в духе уже нового времени. Мы помним, что 4 ноября 1955 года Никита Сергеевич Хрущев подписывает так называемый декрет об архитектурных излишествах, который признавал всю роскошь и основательность и классичность декора и убранство архитектуры сталинского ампира излишней и слишком затратной для новой советской экономики. Поэтому это здание одно из первых, решенное в новых минималистичных формах. Существует поверье, которое я узнал от известного исследователя советской архитектуры и ученика, последнего ученика Александра Владимировича Жука, это архитектора Кирилла Владимировича Яковлева, о том, что первоначально фасад этого здания задумывался быть решенным с мощнейшим классическим коринфским ордером, антаблиментом, аттиком. То есть главный фасад должен был быть решен в классических формах. Однако на поздней стадии завершения и уже переработки проекта перед строительством от вот этих форм, щедрых форм отказались, и фасад переделали в новом минималистичном неоконструктивистском духе. Поэтому история могла повернуться по-другому, и перспективу Гороховой улицы, которую завершает сейчас театр юного зрителя, могла завершать классическая коринфская колоннада. В любом случае перед нами замечательный образец эпохи, образец свежей, новой волны, вот такой легкой, парящей, минималистичной архитектуры нового времени оттепели. До новых встреч, друзья!